всем привет сегодня будем готовить тушенку и свинины здесь у нас 9 килограммов мяса нам потребуется всего лишь 7 такое шикарное мясо купили сегодня очень классно ну соответственно ну и там у нас будет перец горошком соль ну все как обычно но сегодня у нас будет рецепт с маленькой создать изюминкой сейчас покажем что мы будем делать будет не совсем обычная тушенка ждите продолжения сейчас скоро все будет готовили наши банки просто помыли каждую банку как обычно мы кладем по одному лавровому листу главное не небольшие листики кладите потому что большой лист будет очень горький я даже один большой лист пополам сломал и соответственно добавил перец горошком можно считать можно не считать ну там крепкий ингредиент это жареный лук так вот мы его слегка притушили и вот тут так вот тут мы прям кладем по баночкам тут чуть-чуть масло есть там совсем чуть-чуть вот так вот раскладываем по банкам он даст такой вкусный обжаренный вкус тушенки не совсем она будет как вареная тушенка а будет слегка как будто ее кто-то пожарил мы уже пробовали так делать рекомендую попробовать видео выкладываем уже соответственно проверенные рецепты сначала мы это делаем за кадром а потом показываем вам вот ну сейчас я раскладываю по баночкам потом будем класть мясо вот и начинаем мы с вами закладывать мясо кладем вот жиром чтобы тоже тушенка была соответственно жирком так вот выбираем самые жирные части мы раскладываем по нашим баночкам индейка у нас тут раз вот вылучилась слегка суховатая из-за этого надо не стесняйтесь кладите с жиром тушенка должна быть жирная не постная не ну кто не любит совсем жир можете конечно не класть мы любим жирная чтобы было много много жира упитанная вот такая вкуснятина получается ну все сейчас я баночки дозабиваю утрамбую крышками закроем покажем как это все смотрится так ну вот что получилось вот такие вот баночки у нас получились шикарная закинул жирком все очень вкусно прям уже кушать хочется ну наверное попробуем только завтра завтра обязательно покажем для вас это будет сегодня вот ну сейчас закрываю крышки закладываю в автоклав не знаю наверно показывать вам уже не буду но может покажу как автоклав выглядит сейчас прорвемся так а теперь у нас секретный ингредиент это сода соду прям кидаем вот так вот одной чайной ложечки будет достаточно чтобы банки у нас не белели и не ржавели чтобы были красивые продажный вид обычная сода в магазине продается вот если будете покупать этот автоклав делаете вот так вот то есть там вот есть вот такая вот прорывка здесь дно мы изначально делали вот так вот то есть видите здесь какие фитинги а сейчас я переверну и делаю вот так вот во первых вот здесь вот не образовывается лишний воздух потому что воздух здесь в любом случае скапливается он никуда не выходит это неправильно вот так вот то есть делать нельзя делаете вот так и как раз банка вот такая вот банка не хватает длины вот этого фитинга то сказать шпильки чтобы ее прикрыть а вот если банку положите вот так вот то у вас все получится замечательно вот так вот поставили наш автоклав замечательный на 2 киловатта так вот а на 2 на 3 на 2 на 3 на 3 на 3 на 3 на 4 на 3 на 4 Полторы ближе к этому атмосферу. Выключаем минут 40-30 минут для свинины. Выключаем. И до завтра с тестом. Для вас это будет как обычно сегодня. Так что смотрите, что у нас получилось. Так, ну вот наша тушенка готова. Все 15 баночек. Так они очень красиво выглядят. У меня одна банка, кстати говоря, не взорвалась. Ничего с крышками не случилось. Потому что это у нас очень много жидко. Я сейчас выключу. Заборойтесь. Они быстрые. Все эти банки с крышками однозначно лучше. 100% лучше. Сейчас попробуем одну баночку открыть. Попробуем, что это будет. Вот так. Вот так. Какая обычная баночка. Так что такая тушелочка очень вкусная и может быть сейчас одну откроем и снимем. Ставьте пальцы вверх.